Удивительно многолюдно для обеденного перерыва улыбаются организаторы. Отложить еду на потом научные сотрудники нефтяного института согласились ради уникального шанса. Сегодня штаб подготовки городских волонтеров к чемпионату мира впервые сам приезжает на предприятие. Это обоюдное было решение, совместная инициатива, молодежного совета одного из крупнейших наших учреждений нашего региона, ну и нашего городского волонтерского центра. Мы приняли решение, что мы хотим обратиться к такой новой целевой аудитории. Волонтерство считается уделом молодежи, что в корне неверно отвечают на это в Центре подготовки добровольцев к чемпионату мира. Так самому возрастному волонтеру недавно исполнилось 80 лет. Работа волонтерства не помеха, считает инженер Алексей Ситников. Потратить отпуск на чемпионат мира ему нисколько не жаль. Так это же футбол, что вы! Футбол он всегда интересный, я сам играю. Я сам болею, и поэтому хочется вложить частичку в себя в общее дело. Сегодня проходит не только презентация волонтерской программы. Здесь же можно зарегистрироваться и пройти второй этап отбора – собеседования. Бояться его не стоит, даже если нет опыта волонтерства и хорошего знания иностранных языков. Самый важный критерий, чтобы человек хотел это делать, смотрим на его заинтересованность в этом всем процессе. А во-вторых, смотрим, конечно, чем он уже до этого занимался. Есть опыт, может быть, организационной деятельности, или есть ярко выраженная доброжелательность, или, например, очень хотят рассказывать о Самаре. У городских волонтеров много направлений работы. Их называют функциями. Каждый, кто регистрируется, выбирает из более чем 10 функций. Логистика, взаимодействие со СМИ, колл-центры, работа с болельщиками. Ольга Куликова для себя выделила координаторство. По специальности она инженер-строитель. И за плечами немалый опыт командной работы. Не так часто проходят какие-то грандиозные мероприятия в городе Самаре. Поэтому хотелось бы быть причастной к этому мероприятию. И папа у меня активный болельщик футбола. И я думаю, что мы вместе с ним будем его посыщать. На чемпионате мира в Самаре будут работать 1300 городских волонтеров. А заявок уже набралось более 4000. В волонтерском штабе прогнозируют, что к концу февраля эта цифра перевалит за 5000. Обучение волонтеров стартует осенью. Организаторы обещают, что график будет удобный и для молодежи, и для людей работающих. Программа подготовки будет проработана с точки зрения удобства для ее посещения. Это будут либо вечернее время, либо выходные дни. И это не будет какой-то большой поток, скажем так, лекций. Это будет размеренное, постепенное обучение на протяжении нескольких месяцев. Такая выездная презентация далеко не последняя. Куда еще отправится Центр подготовки волонтеров, обсуждают с профсоюзами ведущих самарских предприятий. Желание в первую очередь должно исходить от самих работников. Валерия Макарова, Сергей Баскин. События.